Я помнятаю тельки. Я пахнула, у меня ударной волной на одеяло откинула, я упала. У меня было одно ухо оглушенное, и я руку не чувствовала, только была в шоке, и все. Побежала к Полине, забежала в комнату, видно ничего не было. И, ну как, я не слышала ее, потому что как оглушенный был. Понимаю, что она где-то на кровати, начинаю кричать ее звать. Потом увидела ее всю заплаканную, говорю, прыгай на меня. Говорю, надо бежать, говорю, прыгай, она кричит что-то. Я говорю, прыгай, побежали, ручка, ручка, я понимаю по губам, смотрю, у нее ручка вся в крови, то есть полностью. И кофта вся, ну кровь ужасно текла. Но я даже не помню того момента уже, как я ее схватила с кровати, как это происходило, и мы побежали в коридор. Ну в этот момент как раз забежал мой муж, сразу начали вызывать скорую помощь. И когда вызывали скорую, заметили, что и дырка, и отверстие в шее. На скорой помощи нас привезли. Прибыли мы сюда с 31 на 1 июня ночью. Привезла нас скорая с Харькова, эвакуировали из больницы после обстрела, который был 26 мая. Кусок снаряда попал через плечевой сустав, полностью его раздробив. И при этом попал в шею, в 1 сантиметр от сонной артерии. Снаряд достали еще в Харькове, спасибо большое врачам. Была большая кровопотеря, делали переливание крови, болевой шок. Ну в дальнейшем нас срочно транспортировали на Львов, что показали в дальнейшем помощь с плечевым суставом, который надо собирать по частичкам. Я когда зашел, я побледнял, видя поле, аппаратами. Я даже перепугалася за полю. В частині, яка наближена до плечевого суглобу кістки, вона була роздроблена на багато уламків, які фактично були розсіяні по всій частині біля плечевого суглобу. И мета была на нашем этапе стабилизовать и забезпечить умовы для взросления этого перелома. Реабилітация в данных хворих триває очень долго. Если такие переломы не ускладываются инфекционными процессами, то период взросления будет триваться долго. От, відповідно, реабилітація теж буде досі довго. Тривались місяці. У ребёнка після того дня, конечно, ночами она не спит. Постоянно я снится этот момент взрыва. Боїться очень резких звуков, движений. Їй постоянно кажется, що она падає куда-то, що щось зарвётся. І починаються паническі атаки. Я хочу быстро збільниці виписатися, щоб війна закінчилась, і покататися на велике, щоб у мене появився велик.